Можно ли тебя назвать перекачанным и мешает ли твоя мышечная масса? Ну, я думаю, это будет очень сложный бой, на самом деле. Лучше работать на инстинктах. Качалу мне медийного. Скоро поединок Александра Емельянина. Саша, ну я его назову пенсионером. Кто твой фаворит в поединке Дацик-Шуйский? Что касается соперника. Сам изучал или изучала команда? Как это обычно происходит? Часть бойцов делает это самостоятельно, а часть даже не хочет смотреть, как работает их соперник и доверяется только тренеру. На самом деле особо ничего не изучал. Я видел пару его боев. Не вживую, а по телевизору, в эссе, когда он дрался. И все. Это все мои знания. Ну и еще какие-то определенные выводы сделал. Не делаю я какого-то там геймплана, потому что считаю, что лучше работать на инстинктах, вот ситуации, если они тебе позволяют, на тех навыках, которые есть, чем настраиваться на какое-то там конкретное техническое действие или какой-то путь, ну по которому нужно идти во время боя. Но в момент, когда что-то пойдет не так, пытаться перестроиться. То есть, или там, ну у меня нет, например, какой-то команды гениев, которые там, вот это план А, это план Б, и они там тебе, не знаю, в голову его втерли так, что ты раз-раз и перестраиваешься. Это, наверное, может, идет речь, когда долго люди готовятся к боям, там, да, ну там полгода у тебя есть, там какой-нибудь супертитульный бой, и ты там можешь что-то, да. Но мы друг о друге узнали за три недели, и поэтому какой может быть план на бой. А твоя характеристика, вот, Солжана? Ну, я думаю, это будет очень сложный бой, на самом деле, и он неуступчивый, постоянно идет вперед. Я очень часто это говорю о своих соперниках, потому что мне таких находят, вот. Имеет нокаутирующую мощь, то есть тяжелый удар достаточно у него, любит побороться. Конечно, есть определенные минусы, да, там где-то, может, функционалки проседают, еще что-то. Но они есть у всех, эти минусы, я имею в виду не только функционалки, а минусы вообще. Поэтому все зависит от того, во-первых, в какой он сейчас форме находится, как, опять же, пройдет его весогонка, моя. Но это интересное противостояние, а мне, на самом деле, интересно, что будет. И высокий. Я вот шутил перед интервью, что тебя нельзя было достать на прошлых поединках. Если ты сейчас сидишь в кресле целый день, разговариваешь с журналистами, значит, в этот раз весогонка идет лучше, чем обычно. Ну, я стараюсь каждый бой или хотя бы какой-то период времени улучшаться, вот, в чем-либо, да. И это также считается, ну, я также это делаю и в весогонке, то есть в подводке к весу, да, в финальной части. То есть, видимо, если у меня хватает сейчас энергии, настроения, сил, ну, значит, я что-то сделал более лучше, чем в прошлый раз, да. Или у меня просто лучше настроение, и все. Раньше все знали, там, ну, года три назад, все знали Ивана Штуркова, как человека, который, там, перспективный боец, постепенно двигается вверх. Сейчас ты уже самостоятельно большая медийная фигура. Не кажется ли тебе, что тебе нужны вот такие большие бои, вот, например, как у тебя было с Магомедом Исмаилом? Сейчас нужен человек по медийке твоего уровня. Ну, нет, во-первых, я сам не считаю себя таковым. Все мне об этом говорят, типа, вот ты, я думаю, а что вы мне медийного? Ну, то есть. Нет, ну, чтобы быть медийным, не обязательно, там, кого-то проклинать на пресс-конференции, просто твои интервью смотрят, твоя личность, не знаю, бечтая. А я этого не знаю, понимаешь? Проблема в том, ну, не проблема, а факт в том, что я не живу соцсетями, не живу вот этой вот медийной жизнью, как ты сказал. Мне говорят сдать интервью или, там, хотят взять, я сказал, ушел, я даже не знаю. Зашло оно, посмотрели люди и вообще, как от это отреагировали. Там, тот же мой Инстаграм, он ведется сам по себе, это, ну, его жизнь. Ну, как бы он есть и есть, да, я там что-то туда залил, что-то там, историю снял, вот, что посчитал нужным, да, или что мне там сказали, например, сделать. Ну, ты по-любому должен это ощущать. Если раньше ты, там, заходишь, например, на пресс-конференцию, там, никто не обращает внимания, сейчас выстраиваются вокруг камеры, ну, по-любому же ты видишь разницу вот сейчас и, например, там, года три назад. Мне кажется, просто это, в общем, российская ММА начала так развиваться. Я имею в виду, вокруг определенных, естественно, личностей. Нет, я понимаю, что на данный момент, да, я состою в каком-то топе бойцов полутяжелого веса и, тем более, являюсь, да, одним из основных бойцов нашей лиги, да, РСС. И поэтому, как бы, вокруг меня что-то и крутится, но все может повернуться, как сказать, на 180 градусов, я буду проходить мимо пресс-конференции, просто, на которой сидят другие люди и меня не заметят, и это нормально. Я, на самом деле, это осознаю, и поэтому не пытаюсь впитать вот эту вот звездность какую-то и назвать себя каким-то там медийным. Я просто считаю, что единственное, я себе, может, положительного считаю в этом плане, что я действительно достаточно сложный оппонент для своих соперников и, ну, трудяга. То есть я добился все именно трудом, пахотой, там, да, меня никто никогда не пиарил, ничего не делал, там, какого-то медийного особенно. Мне привозили бойцов, я с ними дрался, и как-то это вот так пошло, что мне того же, когда мне привозили там Бигфута Сильву, я знал лишь о том, что он победил Федора. Ну, я даже не знал, что такое UFC или там что-то в этом роде. Ну, может быть, это и к лучшему? Ну, это было... Меньше давления. Да, это даже не в давление дело, я не интересовался ничем этим. То есть я просто занимался, вот мне сказали драта, я делал все, что мог на тот момент. Потом уже пришло какое-то осознание, да, я познакомился с людьми, потому что пришлось это делать, пришлось себя как-то расти, как профессионала. Растить, надо ездить было в бар, ну, там, наборываться, драться, там, знакомиться, еще что-то, смотреть вообще, как это все происходит. И вот так потихоньку, потихоньку. Если вот на улице встретит болельщик, может быть, не твой, но, в принципе, любитель единоборств и спросит там, Иван, почему я должен смотреть твой бой, что ты ему ответишь? Я вот эту не должен. Хорошо, чем он будет интересен? Ну, как минимум, просто мне вот интересно, ну, людям иногда нравится рассказать, что такое ММА, что такое спорт, посвятить их. То есть это еще один огромный пласт в нашей жизни, да, интересный пласт, так же, как кино, например, музыка. То есть как можно, я просто вырос, да, с детства был в кругу спортсменов в спорте, у меня ни дня не прошло без спорта, и я не могу представить людей, которые не знают о спорте ничего. Когда я разговариваю, я тут недавно познакомился с людьми, которые не знают, что такое ММА. Ну, как познакомился, вышел из круга своего общения, и типа, вот, ММА, на меня смотрят, что такое. И у меня план, ну, я как бы вообще потерялся, я не понимаю, как будто ты, как рыба из моря, тебя вышла на сушу, я типа, вы что, не знаете, что такое, ну, ММА, это как в России для меня сказать, что такое русский язык, я не знаю, ну, типа, россиянин. Ну, тут в таких случаях нужно утрировать, что два здоровых, накачанных мужика с какими навыками выходят и бьют друг друга, пока кто-то не упадет. Как минимум, я пытаюсь объяснить, да, что это просто зрелище, ребята, ну, вот вы что-то, вы драки видели, да, начинаешь ассоциации такие тупые приводить, человек говорит, ну, да, вот там, ну, видел когда-то, ну, вот посмотри, как делают это профессионалы, да, люди, которые под это заточены и всю жизнь этому отдали. То есть, как-то пытаешься объяснить, что это такое, и люди потом раз, ну, заходят, смотри, о, нифига, ну, то есть, ты такой, что? А как ты думаешь, вот, с Асолжаном, поединок будет техничный, прям, эстетика единоборств или такая хорошая, добротная драка? Вот как тебе кажется, учитывая ваши навыки? Ну, начнем с технической, а там уже как пойдет. Мне кажется, начнем планомерненько, что-то разбивать друг друга, он, мне кажется, захочет побороться со мной, я захочу попасть посильнее, а там уже как карта ляжет. ММА – это такой вид спорта, что шанс это есть у каждого, то есть у каждого свой стиль, но это не бокс, где реально уровень и мастерство решает, да, если человек технически, рефлекторно лучше, он победит, ну, то есть, редко, когда происходит, что-то наоборот, и попадает какой-то там реально случайный, не лаки, понимаешь, да, не счастливый, а случайный удар там. А ММА – это, видели, ну, все же, многие же люди, кто смотрит ММА, понимают, сколько факторов опасности в ММА. Это руки, ноги, колени, локти, борьба, удушающие, болевые, просто просел функционалки и тебя забили, да, у нас нет, ну, как бы, тайм-аутов, у нас нету там отчетов. Тебе попали случайно, да, как в боксе, раз отчитали, ты восстановился, ты лучше, у тебя есть шанс, да, еще показать. В ММА ты лучше, но тебя просто забили, если попали хорошо, и все, и у тебя нету шанса там восстановиться и дальше продолжить бой. Поэтому вот эти все микро, ну, вот эти нюансы и факторы, они складываются в один бой, от которого, ну, ты не ожидаешь очень много вещей. Большое число неизвестных. Конечно, очень много этих икс, 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 ну, равно сделать, типа, победа, да. Вот такой неожиданный вопрос. Часто бойцы там говорят друг про друга, кстати, вот Александр Емельяненко говорил об этом, там, Кокляев, да он перекачанный, здоровый и так далее. То есть можно ли тебя назвать перекачанным и мешает ли твоя мышечная масса тебе? Ну, раньше. Раньше называли, и как бы, ну, так получилось просто. Два раза в зал сходил, да? Да, да, да. Просто за одно время я очень сильно увлекался железом, вот, ну, параллельно, да, в той же борьбе с самбо, ну, так получалось. Железо, в принципе, не мешало бороться. Да, они хорошо реагируют, и у меня просто антропометрия такая, фактура, и, видимо, генетика. То есть я могу два раза штангу поднять, у меня, как у бодибилдера, накачивают, ну, как наливаются мышцы, да, помпуются, там, как правильно сказать, папин хороший и фактура хорошая. Вот, но с каждым, опять же, есть такое понимание, как долгосрочная адаптация. Ты с одного спорта, когда приходишь в другой, и если ты с детства занимался кардинально другим видом спорта, например, борьба и бокс, да, возьмем. И ты с борьбы приходишь в бокс, а твои мышцы 20 лет с рождения и в кубертатном периоде росли и развивались именно под этот вид нагрузки, и ты тут решил начать бить, да, и, там, быть выносливым в боксе. Ну, вот еще 20 лет, пожалуйста, в эту сторону откинь, и то не факт того, что ты будешь точно таким же, как в борьбе, потому что организм уже сформировался, он уже не может меняться под это, ну, как бы под эту структуру. Да, ты что-то наращиваешь, организм привыкает, 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 но на это все нужно время. Это не как люди думают, я сейчас два месяца кэмп проведу, и все, я стал выносливым, там, бойцом по ММА или боксером, но нет, конечно, года, 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 и сотни часов, там, тысячи часов. Но ты можешь сказать, что тебе мешает? Нет, сейчас нет. Раньше мешало, раньше были определенные нюансы, вот, и даже эти нюансы были больше не из-за мышечной массы, а просто потому, что у меня не было техники. Например, если мы говорим про ударную, я не знал, как бить, не умел бить, вообще до 25 лет я не понимал, что такое удар. Мне пришлось, вот, грубо говоря, у меня сейчас 34, вот, 8-9 лет, я эту ударку как-то пытаюсь развивать, 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 но вот вроде где-то что-то, начиная понимать, подрастает. Поэтому мешало-то просто непонимание и незнание этого, то есть, это, грубо говоря, да, ты делал то, что никогда не делал, и, естественно, ты не сможешь научиться этому за один день, за год, там, или за два. Это нужно долгое время, и вот эта долгосрочная адаптация, она происходит по сечению какого-то времени. Сейчас, может быть, пик ее как раз, то есть, да, я адаптировался, организм перестроился, мышцы перестроились, мне многие сейчас говорят, что я где-то похудее стал, по суше, меньше объема, еще что же. Ну, вот, этот организм так, грубо говоря, мутирует под те именно функции, да, под те задачи, которые ставят перед собой спорт, конкретно ММА. Скоро поединок Александра Емельяненко со Святославом Ковленко, я не могу не спросить, потому что перед последним боем ты помогал ему с подготовкой. Саша, ну, я его назову пенсионером, реально, ну, просто пенсионером и по возрасту, да, и, как бы, мы будем реально рассматривать то, что Саша уже в топы не вернутся. Не ММА, тем более бокса, я имею в виду на тот уровень, когда он был, да, на нем, вот, и, и кого, и человека, который думает, что он боец, ну, то есть. Ты только что поставил крест на надеждах всех болельщиков, вот, куда не зайдешь в комментарии, где Александр Емельяненко дает интервью и все пишут, Саша, он Феникс, он возродится, вот-вот он наберет форму, он уже возродился. Вы не, ну, как бы, люди не понимают, что он уже, как бы, он, он Феникс-то не потому, что он возродится и станет топовым бойцом, он Феникс, потому что он стал нормальным человеком. Ну, как бы, он вернул какие-то функции, да, свои человеческие, адекватное общение, адекватный образ жизни. Вот самый главный его Феникс, да, его способность. Я не знаю, кто говорил, что Александр вернется в топы мирового, мировых единоборств, но тогда эти люди просто ничего не понимают. Ну, как бы, это нормально, я в этом не осуждаю людей, но я говорю, что с точки зрения профессионального спорта и тех, тех кондиций, тех задач, да, тех уровней, которые ставят перед спортсменом именно профессиональный спорт высок, ну, высокие достижения или топовый, да, профессиональный спорт, то, ну, Александр уже до них не дотянет никогда. В силу возраста? И его тоже. А перед прошлым поединком можно было сказать, что Саша, вот, насколько это было возможно, он был готов к этому поединку? Да, да, то есть это было, ну... Ты все время не договариваешься, я тоже хожу вокруг да около, то есть не было пропуска тренировок, это был полноценный лагерь, дисциплина. Нет, была идеальная подготовка, отличная была дисциплина, отличная подготовка физически, физически, тело, функционал, там даже техника, да, которая у Саши есть, и мышечная память ее невозможно, ну, куда-то деть, если мозг функционирует, мышечная память функционирует так же. Она все была, все было у него, но дацик-то это не груша и не лапы. То есть можно бить грушу в великолепной форме быть, прыгать на скакалке и бить лапы, но они не дают сдачи, не бьют по голове. Не нужно реагировать на их ответные действия или действия вообще, это совершенно разные вещи. То есть можно ни разу не бить лапы и грушу, но спарринговать лучше того и драться, просто даже драться, потому что с дациком это не бокс, это драка всегда получается. Лучше драться, чем человек, который будет часами, годами просто стоять на груши и бить лапы. То есть это, если люди это не понимают, я объясню, что есть подводящие, да, упражнения, какие-то нагрузки, а есть основные. Так вот в боксе и в любом единоборстве основные это схватки, схватки, спарринги, то есть это то, где ты реагируешь в ответ на действия твоих оппонентов, спарринг-партнеров. Это мгновенные действия, нереальная реакция нужна на это. Даже профессиональные топовые бойцы пропускают удары по себе, что-то не успевают, еще что-то. Это те люди, которые на пике своих возможностей, как центральной нервной системы, так и физиологических, да. А если и чем-то добивают уже нагрузку, да, потому что спарринговать постоянно невозможно, это большой урон, много травм. Нужно немножко нагрузку делать примерно похожую на эти спарринги. Это поэтому мешки, подводящие упражнения, да. А в списке занятий, которые ты составлял для Александра, там были спарринги? Были. И он их проходил? Ну, на спаррингах не роняют. То есть если бы мы делали галочки и ставили бы, например, ну, нокаут, да, и человек остановил ударом, и нокаут там, нокдаун, пропущенный удар, и потом выводили бы какую-то оценку, то, ну, как бы сейчас можно об этом уже говорить. Ну, я думаю, что каждый бы спарринг Саши был в нокауте, если он упал от такого удара, как Дацик ему закинул. То есть если бы работали в полном контакте? Если бы удары не останавливались у головы Саши, потому что в спаррингах всегда высококлассные спортсмены, ну, мы, по крайней мере, в своей команде, мы не доводим удар, если мы видим, что он летит чистым. То есть никто не пытается друг друга уронить. Ты обманул, попал, видишь, что где-то уже у головы, ты его останавливаешь. Да, может, это не совсем правильно, но мы спарринг-партнеров не нанимаем, не платим им за это деньги, чтобы их бить, да, как груши, грубо говоря, чтобы они знали, что. Поэтому мы в одной команде тренируемся, и мы друг друга, естественно, стараемся беречь. Ну, как, там, ты сегодня можешь попасть, а те завтра попадут, и так никто не дожил до боя. Естественно, все это адекватно происходит, да. Но если мы все равно же в голове отмечаем, вот тут я, ага, там, съел колено, к примеру, да, здесь меня по печени уронили. Ты как бы все это осознаешь и в голове работаешь, да. Поэтому, не знаю, осознал Саша или что пропускал, здесь уже вопрос другой. Ну, я не лез как бы настолько глубоко в его осознание, но видел, как проходили спарринги. Да, он их провел не очень много, потому что для него в тот момент это было нельзя. А ты знаешь такого боксера по имени Павел Шульский? Да. Вот он будет драться с Дациком на том же турнире, где дерется Емельяненко. Вот как раз драка и классический боксер. Да, знаю, но, по-моему, он вот крайний бой как раз где, или я их путаю. Он не дрался с бразильцем, вот недавно буквально там на хардкоре. Да, Шульский. Именно Шульский? Да. Нет. Нет. Он с Вагабом дрался, получил травму большую. А, челюсть с Омолом Вагабом, да? Да, да. Ну, я еще раз говорю, Дацик, он не боксер, но с ним очень тяжело драться. Как, по крайней мере, первый раунд, два, это очень затрудняет, ну, многих ребят. Но мы видели, например, да, не знаю, крайний это был Дацик или нет, где бой, где его уронили. Ну, как бы остановили бой на технике, на боксе. То есть человек на сайстепе его превосходя в антропометрии в конечностях. Это, наверное, поединок с Исламом Каримовым. Исламом Каримовым, да. Вот на классе человек его вывез, имея звание мастера спорта, определенную технику. И ту антропометрию, которой, в принципе, достаточно, чтобы остановить Дацик. То есть здесь вопрос, кто выиграет, это вопрос геймплана, да? То есть если... Вот в боксе геймплан работает. Ну, я имею в виду, можно. То есть в ММА сложнее, потому что слишком много аспектов, как я уже повторил. Борьба, ударка, ноги, руки, локти. Тут очень сложно это сделать. В боксе планы – это уже другое. Это уже отдельная история. Это уже отдельный вид подготовки, отдельные специалисты, я знаю, сидят, рассматривают, смотрят. Короче, это можно. Кто твой фаворит в поединке – Дацик-Шульский? Дацик. Дацик. Ну, не знаю, в коем сейчас форме. Вот просто, но как бы на это – Дацик и плюс после перелома челюсти получить от Дацик по голове, я думаю, это будет плачевно. Все, большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова